А спонсор этого видео канал Бэтголд, который делает упор на максимальное взаимодействие и общение с аудиторией. Регулярно проводятся мультиплеерные партии, в которых вы можете принять участие. Кроме того, зритель имеет возможность выбирать, какие игры будут транслироваться в прямом эфире. А еще на канале есть уникальная рубрика, в которой вы можете попробовать себя в роли правителя государства на базе игры World Box. Переходи по ссылке в описании, заценивай контент и подписывайся. Рекомендую. Всем привет, я Эмбра, наша компания продолжается за хардкорный Советский Союз в Total War. И сейчас нам пора уже закрывать вот эту благодать. Значит, как мы будем выступать? У нас здесь, на этом участке, сконцентрированы боевые войска, если не считать, конечно, ополченцев. В отличие от гарнизонов, тут мы можем сейчас спокойно проходить. Но морских баз тут нет. Единственная морская база, которую нам нужно взять, чтобы вот это безобразие у нас ушло в истощение, это база в Новороссийске. Здесь, конечно, атаковать... Ну, слушайте, у нас получается. Давайте будем пробовать. Если не получится, я буду уже прогонять через Ростов у нас вот эту пачку. Ну-ка, выходит. По горам, конечно, мучаемся. Здесь у нас, конечно, горники стоят. О, удивительно, у меня в горах горники стоят. Офигеть, такое редко получается. Ну, ладно, давай. Сейчас можем, наверное, завернуть в Сочи и задный котел сделаем. Вообще классно было. Одну дивизию закрыть, ну, так, пропустят нас. Давай. Танки что-то гоняют, ездят. Ты давай сюда вот. Опа, танк поймали. Ладно. Ладно, вон они все-таки подходят сюда. Атаковать вот как-то сюда сейчас вариант есть у нас. О, пробились. Давай еще атакуем, чтобы его просто подержать. Давай. Подожди, подожди. Давай продолжайте еще атаковать. И успеешь. Успел. Так, только тебя сейчас выбьет отсюда. А мы можем быстро закрыть вот эту дивизию? Или все-таки выбьет? Не, нормально. Нормально, все. Давай сейчас быстрее закроем. И вообще двигаться надо сюда нам. Поехали. Оп. Каска улетела. Такую анимацию даже не видел, что такая была. Раньше было написано, что типа захвачена, а сейчас каска отлетала. Там в моде такое есть? В смысле? Ладно. Становимся сюда и будем пытаться дальше проходить. Но здесь у них истощение, как видите, не особо-то и есть. Взял сейчас я фокус ленд-лиз по Черному морю. Здесь мы будем получать американские автомобили и вспомогательное снаряжение. Пока мы контролируем Севастополь. Но только мы его не контролируем. Но это вопрос времени. Ладно. Здесь нам автомобили нужны. Дело в том, что сейчас я буду все больше и больше повышать требования по автомобилям для снабжения. Сейчас кто-то еще в запасе есть. Можно, наверное, еще повысить. У нас, видите, полумоторизированное ротоснабжение стоит. Можем поставить полностью моторизированное. Из-за этого у нас снизится расход припасов на почти единичку. А это дофига, с учетом количества этих вот дивизий у нас. Давайте сейчас сохраняем. И что по машинкам? Ай, блин, а. Что-то я... Надо было посмотреть. Я там думал, может, минус 5000. Ну ладно. Пойдет. Ничего, сейчас разберемся. Севастополь отобьем. Там машинки американские подойдут. Так, и снаряги для лошадей у нас хватает. Давайте, может быть, легкие автомобили, кстати, будем тоже производить. И вообще их нужно там будет прокачивать. Отсюда можно, наверное, даже поснимать еще вот так. Вот так. Сполагательное снаряжение, то что-то оно, должно будет тоже добавляться нам через Land Race. И вот сюда. Не хватает у нас, конечно же, резины. Но сейчас я начал строить эти вот заводы синтетического каучука. Там плюс 5 будет даваться за один завод. И здесь они у нас будут строиться. Только я это начал, поэтому пока что живем на торговле кое-какой. Как видите, тут ситуация не очень. Из-за этого, конечно, мы теряем, ну, не сильно многого на атакованный конвой минус 3%. А вот все остальное тут уже, да, с бомбардировками я ничего поделать не могу. Здесь еще взял я облигации военного займа, чтобы больше фабрик получить. И можно поражать, наверное, что-то вот здесь еще тоже. Давайте воспитаем героизм, чтобы поддержка войны еще больше была у нас. Стабильность сотка. А процесс капитуляции у нас 48%. Фигни. Меня же страшно вспоминать, когда у нас там было полпроцента до капитуляции. Давайте здесь начнем двигаться, потому что там на юге истощения все-таки нету. И не получится там у нас нифига. Можно даже не пробовать, мне кажется. Поэтому сейчас просто проходим вот сюда вот. Ростов возьмем. Укрепленный город. Не сказать, что сильно, но все равно. Давай. Так, часть войск, кстати, даже можно сюда как-то выбьем. Давай. О, а теперь быстренько на юг. Кстати, частично еще и сюда вот давай двигаться будем. Оба. Проходим. Сюда вот тоже. Пошире желательно это, конечно же, делать. Потому что наверняка здесь лучше отбить их позиции. Тут тоже поатаковать. Кстати, насчет севера. Мы скоро уже будем здесь атаковать. Потому что если я начну атаковать дальше, продолжать на юге, то у нас будет фронт вот такой по диагонали. Как бы, ну, такой себе, сами понимаете. Поэтому здесь. Держитесь, граждане. Мы скоро к вам придем. Тут нужно просто будет позаниматься еще снабжением. Потому что, как видите, тут такой себе. Мы не истощаемся только потому, что у меня здесь мало войск, и они тоненькие. Подведу я войска, которые, ну, что, пробиваться надо. Те вот начнут истощаться, и будет, в принципе, неприятно тут проходить. Поэтому с снабжением разберемся, и будем уже тут тоже делать котлы, двигаться, продолжать. И нам нужно еще Мурманск тоже отбить, чтобы Ленд-Риза через него получать. Ну и сейчас давайте мы распустим Третий Интернационал. США поддерживает нас в нашей войне против фашизма, предоставляя под Ленд-Ризу большое количество военной техники. Однако это подразумевает, что взамен мы распустим Третий Интернационал. С недавней историей неудачных политик, таких как Народный фронт и пакт с нацистской Германией, возможно, к лучшему, что Интернационал все же будет распущен. Здесь он нам давал только защиту от смены идеологий. В Советском Союзе ты фиг ее в принципе изменишь. А здесь мы зато будем не отдавать 1% фабрик. Так что это нам надо, давайте. А для нас 1% фабрик это ощутимо. Я, конечно, не успел посмотреть, но тут вроде как хорошо прибавилось. Так, здесь. Давайте топаем, продолжаем. Краснодар нужно взять. Так, они пытаются что-то атаковать, что-то стараются. По фокусам здесь давайте выйдем. Вот, точно, вот сюда резина, давай, скорее. Все, и еще нефти немножечко получим из-за вот Кавычука, поехали. По минимуму хотя бы вот так вот, давайте. Потом построим еще будет классно все. Так, Краснодар мы взяли, и теперь давайте в Новороссийск заходим. Здесь можно атаковать. Получается, о, прекрасно, давай. Так, помешали, конечно, но ничего. С этой стороны тоже подходим. Не получилось здесь пробиться. Давайте, может быть, хотя бы будет сюда вот еще пройдем, чтобы у нас было больше возможности двигаться. И давай, болото, конечно, тяжеловато, но давай. Ну, слушай, сюда можно. Ну-ка, давай. Оба-баба, убивались. А сюда, и вот сюда метод, давай. Проходи. Это же будет котел. А, встала машинка. Не пробьем ее. А если сейчас как-нибудь? Вот сюда вот. О, получилось. Да что, что я такой? Что, успокойся? Он сам, нигде в том плане не стоит. Он сам убивает, все, лезет, ржет. Так, здесь-то хоть пробились. Мы давай. Оба прошли. Теперь можно даже вот сюда вот. Давай с двух сторон. Речка нам уже не мешает. И вот сюда. Прямо в Новороссийск можно даже не заходить. Можно просто как-то вот сюда вот пройти. Конечно, получится. Ну, такое. Ладно, давай вот сюда тогда. Проходим. И теперь будем в Новороссийск бить. Это должен быть тоже котел. Ну-ка. Атакуй Новороссийск. Давай. Давай. У нас же флот здесь какой-то остался, не? Что-то по флоту. Или вообще не осталось. Был уже Черноморский. О, черноморский флот. Чего? А, емае, я же его сюда вроде как отправлял даже. Вроде да. Может, я сам не мог именно туда уплыть. Вообще, я хотел бы здесь его использовать, чтобы он помогал в сражениях, обстреливая прибрежные провинции. И вообще, как бы, это очень полезно для штурма, например, Севастополя, потому что без поддержки с моря. Как-то такое себе. Сейчас у нас есть вообще возможность сюда его отправить? Ммм. Через Испанию не пройдем. Нас не пропустят. Через Суэц. А здесь... А-а, ну-ка, давай. Я сейчас просто возьму флот этот наш, черноморский. И попробую его направить вот сюда вот. Ты как сюда доберешься? А, он не может, да? Просто не может сюда попасть. Ммм. Мешает ему все. Ну, ладно. Тогда будем пытаться без флота. Так. Продолжаем атаковать. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тут-то мы и без флота справимся. Вот Севастополь, конечно. Там придется толпу сейчас подвозить хорошую. Новороссийскому взяли. Здесь должно уже начаться истощение. Тут тоже оно, кстати, уже началось. Вроде как, да. Ну, на некоторых участках. Да, оно везде началось, смотрите. Практически. Тут вообще у них все очень плохо. Так что подождем, пока они потомятся и будем закрывать. А это уже закрывать нужно прямо сейчас. Так, отсюда выбили, конечно, немножко, но давай-давай-давай, проходи. Это не проблема. Ты возвращаешься сейчас. Ладно-ладно. Все. Теперь вот сюда вот. Танк тоже давай через водичку. Не, не выходит. Понял? Пускай тогда они сюда вот пройдут сейчас. Что-то же в болото сейчас атаковать? Такая себе идея. Ну, все равно. Атаковать сюда можно только вот с одной стороны, если не считать еще Керчь. О, слушай, получай. Опа, получай. Это все, в принципе. Окей, все. Так. Прекрасно. Сразу спазов закрываем. Сейчас эти подойдут. Тоже мы их закроем. Только в Хуба и все сразу зажать. Тут же вон машинки вот эти дают хороший бонус. Вон, к организации штаба здесь. Рота связи организация получит. О, подожди. Она просто получит. Благодаря этому исследованию. Мне тогда было просто смысл их взять, изучить ради этих бонусов. Я просто не хотел их прокачивать, чтобы не производить более дорогие машинки. Потому что, ну, нам как бы желательно экономить все было с такими-то дефицитами. А вот ради бонусов, конечно, надо было все-таки это прожмякать. Ладно. Выходим сейчас. Давайте вот сюда вот Газу 69. И получим хорошие бонусы. Не сказать, что они такие прям решающие будут. Потому что это, блин, бонусы к поддержке. А там копеечные. Она особо даже не чувствуется. Но нам сейчас каждый процент, каждый небольшой бонус очень важен. Стахановское движение тоже давайте сейчас возьмем. Получим рост эффективности производства. И бонусы еще он к исследованию. О, здесь вот вам работает конвой. Ловит наши. Ладно. Так, все здесь готово. Танк, подъезжай вот сюда вот. Три танка там пасут сейчас в Севастополе. Здесь давайте-ка мы соединимся. Чтобы было нам более комфортно здесь действовать. Что у нас по Дальнему Востоку? Тут я особо даже не поглядываю. Я автоплан не подрубаю, чтобы контролировать ситуацию лучше. Хотя, наверное, подожди-ка. А что если? Как говорится, автопланчик подрубить. А что так неактивно? А если агрессивный автоплан? О, слушай, идет. Это мы оболчим сейчас такое делаем. Это у нас обычное полчаса. Вообще, ну, постой, Власов, не торопись. Здесь давайте сделаем котел. Я вроде как его и планировал сделать. Так что, пора. Просто сейчас здесь войска его закроем. И тогда уже может быть автопланить, потому что, ну, у японцев ситуация будет похожа. Войскота не потеряют. Что? О-о-о. А она? А Турция объявляет войну британцам. При этом Турция в антибольшевистском договоре. А что, британцы тут? И что? Может, типа, из-за этого? Ну, что, кстати, да, скорее всего, из-за этого. Или там кидырки причины. Новый договор-то о антибольшевистске, значит, Турция что-то против нас имеет. Ну, судя по названию, как мне кажется. Это догадки просто, но, тем не менее, что-то, походу, так что, на нас тоже пойдешь, нет? Сейчас воит она только против союзников. Нас она не трогает. Я надеюсь, то, что антибольшевизм, вот это закончится чисто на названии его альянса. И это, по-моему, один в этом альянсе находится вообще. Где он нужен? Ладно, давайте это дело будем теперь за... О-о-о-о. О-о-о. Так, значит. Капец, сколько же здесь будет. Не, ну, я знаю, что у вас было и побольше комментаторы, дорогие. Но, тем не менее, класс же. Ну, класс. Давайте сейчас под крутую музыку это самое забабахаем монтаж. Ну, и последнее здесь, вон, сборище этих немцев. В горах утаялась, сейчас мы выпрямо отсюда. Давай, 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 давай. О, все. Так, значит, у нас получается, что вот эта вот армия как бы все отдыхает. Может быть, Сирикинин на штурм в Севастополе. Что вообще все офигеры? Не, ну, это такой армия штурм, это такой себе. А здесь у нас вон эти побежали вот сюда. И здесь у нас теперь концентрация войск намного больше. Вообще не знаю, что с этим делать. Знаю. Подожди, я знаю. В комментариях писали. Я надеюсь, Эмбридж будет переводить вот эти вот свои гарнизоны в нормальные войска. Конечно, буду. Что, прямо сейчас-то делать? Ну, давай. Прямо вот эти вот касочки. Всего хватает. Ну, кроме, конечно, транспортных средств. И артиллерии. Обычная артиллерия. Зачем она нам нужна? Она разве где-то еще используется? У нас здесь средняя. О, господи, вот же обычная. Капец. Средняя ставим. О, еще же очень стандартно. Я ее потерял просто. Все, и теперь обычная нам не нужна. А средняя у нас хватает. Теперь можно вот этих вот сейчас отправить на штурм Севастополя. Давайте. Ну, что, здесь вон пятерочка стоит. Пробьем. Не пробьем. Вы издеваетесь? Или подожди. Или все-таки пробьем. Пробьем. Давайте атакуйте, ребята. Ну, как умеете, а? Просто атакуйте безостановочно. Или все-таки. Или все-таки лучше остановочно, да? Так, значит, план Б. Мы так уже не раз делали с вами. Отходим вот сюда вот. Далее вот вы сейчас тоже отходите вот сюда. Давайте. А эти, господа, проходите. Мы вам отдаем этот крыль. Забирайся. Опа, ёпа, все-таки. Я по таймингу его изучил. Не читайте здесь даты. У нас все нормально. Короче, я решил изучать тяжелые танки. Ну, у нас же промышленность тоже нормально, чтобы прямо вообще давить всех на правый налет. И средние, на случай, если, ну, не потянем тяжелые. Не отпускали. Дрались, наверное. Сражались. Бешеные какие. Может. Так, значит. Теперь. Ну, сканист танки буду проходить. Надо будет сейчас брать бонус на танки. Советник. Разработки. Все, давайте сейчас буду тоже брать. Потому что, по сути, по фокусам, я тут уже так-то и взял. А, ну, подожди, вот это. Ну, чуть позже возьму. Это тоже нам все надо. Утряда Красной Армии, ну. Возьмем. Здесь. Ратифицировать Молотова. Либо же Война с Германией. Ну, я-то еще подумаю. Насчет этого посмотрим. А здесь, кстати, на танк играет. Вот еще бонус на танки. Так что, ну, это и все. Хапну. И тогда уже танки начнем делать. Проражал сейчас три решения за 300 предвластия на поддержку войны. Будем сейчас дебафы срезать. Ну, че. Конечно, мы взяли с двух сторон атаковать. О, тут можно даже с трех. Давайте вот так вот. И двигаемся вот сюда вот так. Оп. И давай дальше. Ииии. Давай, 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 давай. Они, конечно, прямо в город отступают. Ого, а тут больше стало. Но подожди, че-то там. Или не получается, или получается. Подожди, 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 подожди. А ну, пошли. Че-то вообще непонятно. Ну, урон не наносится просто. Ладно, давай тогда делаем вот так вот. Будем пытаться маневрировать. Пропустим их на восток. И отсюда, конечно, тоже лучше отойти. Потому что сразу в лоб сюда бить нет смысла. Нужно, чтобы мы их выбили отсюда. Они сюда отступили уже по коцам. И мы с ними там бы уже и дрались. Вот так нужно поступать. В восток, наверное, такие речи пускай проходят. Конечно, они сейчас могут войска свои быстро сюда кидать. А это проблема. Потому что мы сейчас даем им план с даром. Но, тем не менее, сейчас они сюда пройдут. И выкурим в любом случае. Нам главное всего стополь взять. Пошли вот так. Сюда вот. И теперь такой толпой бешеный. Ну, опа она. Здрасте, на выход. Здесь никого и нет. Только что это такое? Кто-то хочет сюда зайти. Конвой нашел грузовый. Все. Танк. Давай, держи ворот. А мы, тем временем, тут сейчас размотаем ребят этих. Нужно не дать им пройти к морской базе никуда. Стоять. Стоять. Так. Вы стоять. Все. Да, теперь атакуем. Давай. Сюда. Все. И тем более, мы тут еще и котел делаем. Так, что у нас там в плане Севастополя? Ну-ка, подскажи. Ландрис через Архангельс. Это понятно. А где Севастополь? Где машинки американские? Все фигни вот это вот. Кстати, насчет вот этого всего. У нас винтовок сейчас очень много уже. Дальше. Машина к 4900. Кстати, гарнизонам мы тоже сейчас можем на уровень побольше дать роту снабжения. Не ставить моторизированную, что это, как мы поняли, уже очень жестко. А поставить просто полумоторизированную. Вот. У них тут тоже хорошо снизится расход припасов. Там же мы их на востоке тоже используем, поэтому. Должно стать попроще. Но пробиться, кстати, насчет попроще в этом плане. Чуть не очень получается. Походу, здесь без нормальных войск не выйдет. Видите, мы отступаем постоянно. Тут тоже. Они нас выбивают сразу потом. Либо автопланить, не пытаясь сделать котлы. Как бы можно. Хотел быть маленький. Либо сейчас попытаться сделать хорошие войска, и тогда уже двигаться. Но можно еще и заняться сейчас севером, например. Даже не знаю, что приоритетнее, наверное, разобраться все-таки с Германией. Потому что... Опа! На второй фронт! Вау! 46-й год. Ну, январь. С Новым годом, правда. Второй фронт! Офигеть! Высадку сюда сделали. А это что такое? Это... Иши душат. Тут, правда, Италия что-то разошлась. Нифига себе. А Турция? Турция захватила Ближний Восток. Мда. Как хорошо, что она на нас не напала. А то бы, прикиньте, еще с ней разбираться. Тут мало того, что войска у нее в большом количестве. Так еще и, в принципе, ландшафт не позволяет быстро проводить войну с ней. Здесь можно сейчас немножко поиграться, так как концентрация войск у нас увеличилась. Просто поделать котлы, например. Давай сюда-сюда. Пройдем тут. Закроем вот эту пачечку. Давай. Пройди. Все. Сюда теперь атакуем. Я тут котел есть. Вот. Так вот поиграться пока что тоже можно. Потери, кстати, Рейха. Ну-ка. Ровно 5 миллионов. Мы сняли 4 миллиона 300. А нам Рейх снял 4 миллиона 400. Прикиньте, сколько мы всего здесь делали, и при этом Рейх все равно снял нам больше. Жесть. Здесь вот эти вот войска на севере. В принципе, им можно кинуть какую-нибудь одну из этих вот пачек. Например, вот эту. Ее также сейчас преобразовать в нормальные войска. И кинуть под командование вот этому нашему Ворошилову. Так, давай-ка, Голиков, вот к нему иди. Подходи. А что, кстати, элемента нашего в плане качества войск? Гарнизоны. Гарнизоны. Гарнизоны, да. Все. Ну, сейчас эти подойдут немножко, размажут эту ситуацию, вот это все. Им нужно будет, конечно, еще одну армию тоже переделать в нормальные войска. Атаковать мы будем именно вот здесь. Не здесь, а именно здесь. И что по НПЗ-шкам? Ну, мы вроде их уже неплохо построили. Кстати, нужно торговлю тут отменять. Где все неплохо, вот с Австралией. Оп-оп. Вот это нам тоже не надо, кстати. Убираем. Сейчас фабрики получим. Потратили столько. И вот здесь Индия не надо, спасибо. Вот так, значит. Ну, не прямо, конечно, мы стали независимы в плане ресурсов, но тем не менее пойдет. Кстати, там по фокусу нам дали новый вид винтовок. Ну, вот этот СКС, он, короче, получше просто. Давайте сейчас мы его прокачаем. Вот таким вот образом. 360 сразу запихнули. И производим. А машинки, ну, тоже делаем. Значит, давайте сейчас я тут построю узлы снабжения, например. Вот здесь вот. Вот здесь, конечно, наверное... А хотя мне тут не надо. Нам этого хватит. Здесь тоже давайте построим узел снабжения. Тут просто этому не хватает, он есть. Тут можно построить. Так, чтобы наверняка было. Тут давайте с запасом. Опа, нифига себе, это что такое? А нас Рейха так... Это все, да? Или нет, подожди. А он нас начал немножко, ну, атаковать. Там вначале было, конечно, вообще капец. А сейчас что-то он ковырять начал. Это очень хорошо. Это то, чего я ждал. Ну, и, конечно, это не продлится долго, потому что Рейх сейчас прекратит это делать. Даже по чуть-чуть атаковать. В ванилке все эти вопросы с Рейхом решаются намного быстрее, как вы уже поняли. Потому что Рейх же об тебя убивается. А здесь он этого делать не хочет. Ну, ничего, это как бы не проблема. Просто это все дольше будет происходить. Если попробовать сейчас автопланить здесь, можно, конечно, попробовать. Ну-ка, давай. А, тут. Ну, что-то не очень все. Нравится, хотя здесь Киев, укрепленная территория, река по этому красной колбочке. Если попробовать атаковать сразу здесь, элементом. Ну, тоже, конечно, ситуация хорошая, но можно было бы и лучше. Если продолжить так атаковать, ситуация ухудшится. Потому что на старте ты всегда сильнее, чем потом. Спустя некоторое время после начала атаки. Там первые 2-4 часа решают. Здесь на старте мне не нравится ситуация, поэтому пока давайте лучше такать не будем. Если бы, конечно, тут все были бы наши основные войска, а не гарнизоны, тогда получилось бы все. Пока это гарнизоны, лучше пока не пробовать. Что у нас по машинкам? А, 434. Пока что еще давайте их попроизводим, и потом я заменю вот эти вот войска гарнизоны на нормальные. Кстати, ленд-лист через Перседский залив. Будем получать БТР и танки американские. Ну, давайте. Пускай, хоть мы это не используем. Открыть маршруты для арабских конвоев. Перседский договор. Все усилия должны быть направлены на помощь союзникам. Должны быть направлены на важнейшее советское производство. А тут ничего не происходит, здесь вот что-то происходит. Так может все-таки вот это прожить? Вон, инфраструктура Азербайджана, Сталинград, и все такое. А здесь что? Так, у тебя выбор, что ли, будет? Вроде нет. Ну, давайте первый вариант, он как бы получше. В то время непонятно, что делать. И лицензии трогать не будем. Давайте туда выйдем. Здесь я начал улучшать еще ЖДшки, идущие из Москвы. Тут вообще провел. Вот это вот отсюда-сюда. Не было. Как бы он-то держался вообще. Витебск этот. Вот. И сейчас должно именно на этом фронте стать чуть-чуть, но попроще. А может даже и не чуть-чуть. Так, здесь тоже можно пятерочки поднять. Так, пятерочка. И вот сюда пятерочка. И вот сюда пятерочка. О, ну конечно я понаставил всего, но да ладно. Машинки делаются быстро, можно даже вот так вот поступить. И сколько у нас сейчас их? Я тут еще, кстати, одну армию преобразовал в нормальные войска. Вон, смотри, прибавляются хорошо. Можно сейчас еще и вот эту тоже преобразовать. Потом вот эту, и начнем атаковать. Че? Турция требует возврата границ 20-х годов. Турция сообщает о своих намерениях пересмотреть национальные границы и вернуть их к состоянию допринесения национальной клятвы. Турецкое правительство заявило о претензиях на все соседние регионы и не пожелало отказываться от них. Международное сообщество в целом осуждает турецкую администрацию за подобные решения, и многие опасаются, что безрассудные действия турецкого руководства лишь накалят и без того непростую мировую обстановку, сложившуюся в последние годы. Похоже, государство Турции встало на путь реваншизма, но только время покажет, какими будут последствия выбранного порса. Это вот как бы реваншизм пошел. Эмбарго кажется адекватным решением, мы не можем беспокоиться из-за турецких планов. Так, слушай, да можем, походу, можем. Давай как-то эмбарго. А то... Не, мы с Турцией, конечно, конфликтовать не хотим, но мне-то уже по сути пофиг, потому что здесь войска у меня освободились. Вот, например, ты или они... Одной дивизии, конечно, не хватает, но ты как раз хорошо сюда встанешь. Вот эта вот армия. Ну, пускай она здесь пока что просто стоит, а это как бы гарнизонная, границы кроет. Война начнется, я уже нормально подведу войска. Так, вот эти вот. Что насчет вас? Вообще, в эту пачку можно отдачу с Власову. Давайте так и поставим. О, слушайте, а нас здесь... Это нас здесь атакуют? Знаете, сейчас реально ковыряют. Причем серьезно. Я думал забить просто на Дальний Восток, а нас атакуют. И здесь вообще-то опасно, на самом деле. Надо как-то контратаковать, давай быстро. Надо сюда поглядывать. Можно, конечно, Буденного просто сюда поставить. Но у нас Власов, он как раз этим занимается. И лучше, наверное, войска эти передать именно под его руководство. А Буденный пока пускай отдохнет. Он уже сколько вон работы провернул. Вот это вот его войска. А давайте на них их все-таки сделаем. Мы сейчас возьмем вот его, Леонида, и поставим Буденному. И единым фронтом на Турцию. Во! И в итоге здесь у нас гарнизоны с ополченцами, гарники и причем, важно, будут прикрывать границы наши с Турцией. И как война начнется, они даже смогут, мне кажется, даже и атаковать. Не то, что обороняться. А вот здесь будем сейчас заниматься более серьезно. Отряды Красной Армии. Мы что-то здесь должны получить будем, да? Да, вроде ничего не получили. Ладно. Так, самолеты продолжают уже изучать. Ну, здесь нам еще, кстати, в прототипе Т-34 дают два военных завода в Харькове. И потом Т-34 вон. Оуги. Ну, ты ладно. Я-то, может, руками все поизучаю. Быстрее будет. Значит, сейчас я последнюю армию вот эту вот переделываю в нормальные войска. По машинкам нехватка 3500. О, ИСИК. Класс. Ну, пока что используем это не будем. Пехота, я чувствую. Ну, и так справляется. Я сейчас за кадром, тогда давайте понапроизвожу машинки. Немножко тоже постою. И будем мы в следующей серии уже штурмовать с севера. Отбивать вот эти вот территории наши. А далее немножечко разбираемся с Востоком. Стабилизируем эту ситуацию, как минимум. И будем двигаться в сторону Берлина. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы уж не пропускать новое видео. Оформляйте с позорком, чтобы получить классные бонусы. Также играют в мультиплеерные портиры. Просто общайтесь на нашей сервере радиоскорде в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.